что самое важное что что вопрос был храме но сейчас мы знаем что храм где он в иерусалиме не он в абакане нет ни в абакане но он в питере сегодня нет в абакане дом 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 божий где мое серебро и мое золото грит господь слава всего последнего храма будет больше нежели прежнего горит господь словов и на месте всем я дам мир то есть другими словами мы должны знать что когда бог пришел иисус он пришел внутрь нас и мы стали одним во христе иисусе и он позвал еще отца и они сотворили обитель то есть моё тело материальное которое видите но там внутри живет отец и и дух святой и теперь с лава всего храма потому что если пришел иисус и пришел дух хитой и пришел отец то он принес нам у собой потому что она все время с ним ходят эти перслава на нашем храме и присутствие больше на нашем храме это мы нам нужно куда-то бежать и делать то есть вот это все наказание она уходит теперь земля не приносит проклятие проклятие это гадаты поверил проклятие или кто-то религиозно тебе проповел и говоришь, что ты к Богу не очень хорошо относился, ты ищешь какие-то ошибки и все остальное. Но в Иисусе Кресте все проще. Пойми, что в Иисусе Кресте сегодня ты можешь получить все. Потому что мораторий на всякий твой труд и на все остальное, он просто снял. И что? Мы получили благословение вместо проклятия. Благословение, которое течет с неба. То есть ответ ты можешь получить сегодня. Иисус так интересно сказал, что 50-й год. Это же не был 50-й год. Это был где-то 36-й. Там парни возмутились. Что он проповедует? Потому что на 50-й год все должны были в синагоге друг другу простить. И вдруг Иисус, какой-то парень встает и кричит, прощение долгого, пожалуйста. Я юбилейный год настал. Лето Господнее наступает. Они посмотрели, они хотели с горы сбросить его. За что? Я за деньги видел. Люди хорошие, все. Но когда вдруг вопрос денег, все меняется. Просто глаза вот такие, кулаки такие. Все, все, все в этом мире воюют за деньги. А Иисус вдруг сказал, что все толки прощаются. О чем Он говорил? Вы знаете, однажды такое сильнейшее откровение. Я пришел в свою церковь, пробовал, но мне такой огонь был. Когда я получил, что каждый человек здесь на этой земле, в Новом Завете, то есть мы, если ты скажешь, что ныне исполнилось место сие, то сила Божья, сила Духа Святого пойдет и разрушит всякое ермо, долга, всякое проклятие, долга будет снято, потому что Он сказал ныне. Это ныне, сегодня продолжается до сегодняшнего дня. Аллилуйя, это правда. Эти времена, они Боги прямо сейчас, они завершаются прямо сейчас. Принимайте драгоценные, принимайте драгоценные. Кассир Мария, Екатерина Ивановна, Боирич Светлана, Наталья Александровна из Украины, Людмила Шамаева, Ольга Полюга. Друзья, я не могу успеть прочесть всех. Евгения из Одессы, Лида, Коноплева Марина, Уткин Владимир. Аллилуйя, Лариса, Николай Голиков, Галимханова Минслу, Господь, мы благодарим Тебя. Вау! Я прочту сейчас то, что Минслу прислала за покаяние, спасение, духовное возрождение нашего рода, наших мужчин, наших детей, внуков. Друзья, это просто я почувствовала, что это такая могущественная молитва, что это женщина ходатай за род, за семью. Друзья, и Господь, я верю, касается сейчас вас, чтобы вы получали исцеление, освобождение для себя и становились тем, кто является проводником, проводником Божьей воли для вашего дома, для вашего села, для вашего поселка, для вашего города, для вашей семьи. Во имя Иисуса Христа, какое благословение, когда у вас много родственников, когда у вас большая семья, у вас есть особое право, особая власть высвобождать это благословение в жизнь родных. Ваше слово имеет вес, вес крови земной и вес крови небесной. Если вы, подобно Иисусу Христу, соединили в себе и духовную природу Иисуса Христа, которая преобразовывает вас, и вы являетесь человеком, когда вы приняли Иисуса Христа, когда вы пригласили Духа Святого, Иисуса Христа в свое сердце, вы стали подобными Иисусу Христу. Сам Господь вошел в ваше сердце. Сам Господь преобразовывает через свое слово, через свой дух, вашу душу и разум. Аллилуйя! И вы становитесь немного похожим на Руслана Николаевича, который просто горит и распирает его. Господь! Аллилуйя! Я хочу прочесть несколько свидетельств. Спасибо, драгоценные, за ваши слова, за ваши послания, за то, что вы тоже в огне, принимаете в огне радости, в огне молитвы. Галина из Узбекистана. Свидетельства. Как же наш Господь благ и всегда вовремя. Я вчера присылала просьбу на марафон прорыва. Мне сделали операцию и просили 300 долларов. Таких денег у меня не было, а выписка планировалась уже через 2-3 дня. Нужно было чудо от Господа. Слава Ему за благодать и чудеса. Мне вчера на карту перечислили деньги. Аллилуйя! Амин! Амин! Татьяна на прошлом марафоне просила молиться за мою дочь Юлию, чтобы Господь усмотрел ей работу. Он ответил на молитву. У нее любимая работа, которая приносит доход, а самое главное, ее мечта сбылась. Это не просто работа, приносящая деньги, но приносящая радость, драгоценная. Это сердце Отца. Ответить с избытком, ответить на мечту. Аллилуйя! Это то, что Иисус сказал. Он сказал, что то, что ты увидишь, говорит, я отменяю все законы, заработка и всего остального. По благу того, что мы входим в труд. Поймите, что тут на земле был труд, кто-то что-то делал, они соценили эти машины. Например, когда Адам пришел, то Бог уже сотворил для него деревья, траву и все остальное. Было сотворено. И мы теперь должны понять, что в Иисусе Кресте вот тут все, что мы видим, это сотворено. Для кого? Для грешников? Да нет, это для нас. И по праву мечты Он говорит, если ты это увидишь, ты можешь войти в труд их. Ты можешь, не зарабатывая, получить. Аллилуйя! Каким образом? Нужно мечтать, нужно хотеть, потому что Бог настолько любит, что Он дает. Библию, богатство неправедного. И все остальное, что они натворили здесь, на земле, по праву веры, по праву, которым Иисус оставил, это может принадлежать тебе. Это не то, что ты сам пойдешь это брать, но через Духа Святого, через ангелы, через ангелов ты можешь это иметь. Наша задача какая? Мечтать. Наша задача увидеть. Наша задача верить. Я просто хочу сейчас молиться за деньги. А вторая глава, Юлия говорит, смотрите, что приходит время, день тьмы и мрака, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого ни было от века, и после того они будут в роды родов. Бог говорил мне, что это сегодняшнее время, что ты этот народ, ты еще, может быть, не понял, но это ты тот народ. И теперь дальше смотри, перед ним пожирает огонь, за ним палит пламя, то есть огонь Духа Святого. Могущественная. Аминь, аминь, аминь. Перед ним земля, как сад Эдемский. Это откровение, что мы должны понять, что земля вокруг нас, это как сад Эдемский. И по праву веры мы можем молиться и получать. Началась пандемия, ко мне приходят, и мы рассуждали в церкви с ребятами, и ребята говорят, слушай, пастор, пожертвования упали, деньги нужны, и все остальное. И денег нет. Что делаем? Ну, может, возьмем шапку, ну, не шапку, а портфель такой, и пойдем по домам верующим, и будем рассказывать о этой ситуации. И когда эти все ушли, я говорю, да нет, когда все ушли, и чувствую, Господь Дух Святой мне внутри говорит, тебе не стыдно? Шапку берешь, и дзинь-дзинь. Здравствуйте, я пастор Руслан Белосеевич Николаевич. Не пожертвуйте ли что-нибудь на храм? Слушай, мне вообще стыдно. Дух Святой говорит, тебе не стыдно? Стыдно. И знаешь, и вдруг моментально, фрагментарно я понял, что мы посажены в небесах, Царство Божие всем обладает, что Он поставил нас царствовать здесь на земле, Он поставил нас царями и священниками. Я встал и начал кричать, деньги приходят. Библия говорит, что переустраиваться для Луси, а за все отвечает серебро. Оно отвечает, я стал кричать, деньги приходят. Я ходил по комнате, я кричал, я говорил, я говорил, деньги приходят. потому что какое-то время, месяц-два, я вообще этого не говорил. А тут я встал и начал говорить, деньги приходят, деньги приходят, слышу, джинь-джинь. Ома, 200 рублей пришло. Потом джинь-джинь, то есть просто думал, верил, думал, не говорил, начал говорить, пошли деньги. Потом дальше, через какое-то время опять, джинь-джинь, слушай, в течение где-то 21 дня, 200 переводов, я не был тогда на эфир, 200 переводов, просто пришло, упал. Ты себе не представляешь, каждый раз, когда джинь-джинь, я думаю, кто-то песню написал, я просто танцевал дома, я прославлял Господа, не то, что как бы к деньгам относятся, мы относимся к деньгам нейтрально, но не просто дети приходят, нужно за это платить, туда нужно ехать, это нужно купить, одежду кушать. И деньги стали приходить, ты знаешь, они просто сыпали, сыпали. И я вдруг увидел, что вот это все, что Бог говорит, оно работает. Если у нас есть вера, пойми, если мы что-то недополучили, это не проблема в нем, это не проблема еще в ком-то, это не проблема в пастыре, это не проблема в президенте. Это проблема в том, что мы не работали со своей верой. Когда мы начнем работать и говорить, то чудеса, они просто рядом, они с нами, и Дух Святой, и Ангелы, они заботятся, они служебные духи, чтобы тебе принести все. Во имя Иисуса, я соглашаюсь вместе с тобой, что перед тобой земля, как сад Эдемский, закрой свои глаза, увидь свою финансию, увидь, что это пришло, увидь эти суммы. Просто визуально посмотри, скажи, деньги приходят ко мне. И во имя Иисуса, прямо сейчас, деньги приходят ко мне прямо сейчас. Аллилуйя. Я договорился, в своей семье везде, когда кто-то станет мне налогу, я стараюсь не говорить, блин, хотя в другой раз это так и выскакивает, но это неправильно. Я хочу говорить, деньги приходят. Это хорошая поговорка. Каждый раз, когда что-то... Аллилуйя Господь. Деньги приходят. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы это было. Бог благословляет. Аллилуйя. Он не против, Он за. Аллилуйя. И поэтому мы соглашаемся, Отец, во имя Иисуса. Мы объявляем лето Господне благоприятное. Мы объявляем хо-хо-хо-хо. Мы объявляем прощение долгов, прощение грехов и прощение долгов. Во имя Иисуса. Пусть это придет для тебя. Аминь. И также мы молимся, чтобы прорывы, ты получил прорыв. Это марафон прорыва. Аллилуйя. Финансовый прорыв. Божественно, чтобы это пришло в твою жизнь. Это не будет так всегда. Но Бог как-то позволяет. Я видел в своей жизни эти прорывы приходят. Но потом ты должен научиться пойти и делать. Аллилуйя. Согласно слову, как оно говорит, согласно слову, мы должны найти работу, мы должны работать. Аллилуйя. То есть, ну, если у тебя и вера, ты можешь и не работать. Но, и работа, это очень разная. Хотя Бог призвал нас заниматься чем? Творчеством, то, что мы люди, то, что мы любим. Аллилуйя. Это и есть, может быть, для кого-то призвание. И Дух Святой очень сильно вдохновляет в этих всех вещах. И что касается, пойми, что касается ангелов, то они служебные духи, которые заботятся о тебе, обо всем. Однажды, доктор Дефрейн вышел, ему нужно было платить деньги, смотрит, ну, таких два здоровых ангела, вообще нет. Они с нами сейчас ходят. И он спрашивает у них, а вы что? Они говорят, мы твои ангелы преуспевания. Он говорит, а что вы сидите? Мне вот тут деньги нужны. Он говорит, ты никогда не послал нас? Я понимаю, мы должны научиться говорить слова веры. Ты должен говорить слова. Если ты будешь говорить, смотри, сегодня, давай будем проще, ты соглашаешься, и мы соглашаемся. И Библия говорит, что когда двое согласятся просить, а когда трое, и ты четвертый, аллилуйя, как мы говорили, что по праву четырех, Иисус, видя веру их, Иисус, видя веру их, ответил. Поэтому мы соглашаемся сейчас, что ты получишь свои финансы, что ты получишь новый бизнес, что ты получишь хорошую работу, аллилуйя, что ты получишь ответ. Во имя Иисуса я чувствую, кому-то дети приходят. Это не айсты приносят, но ты получишь детей. Прямо сейчас, ты получишь своих детей. Они придут, потому что ты хочешь, ты мечтаешь и жаждешь, а Бог отвечает на нашу жажду, на мечту, на желание во имя Иисуса. Потому что ему нравится, понимаешь, я как папа приду, мне нравится детям отвечать, точно так и он. И мы соглашаемся, аллилуйя, что вы все получите свои чудеса. Во имя Иисуса. Что пусть эта земля вокруг вас будет как шат Эдемский. Аллилуйя, пусть это будет благосновение от Господа. Во имя Иисуса. Продолжайте. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Одна из молитвенных просьб. Сестра просила молиться за разбитие проклятий над ее родом. Господи, какая-то радостная молитва. Друзья, Иисус сказал, что он взял бывшее у нас рукописание, которое имеет для нас дьявол. Да. Это рукописание болезни. Это рукописание неизлечимой диагноза. Это рукописание проклятий над родом. Да, четвертого и больше колена. Но Иисус восторжествовал над дьяволом. Он пригвозил это рукописание ко Христу. И он заплатил перед Отцом за то, чтобы это рукописание не сработало. Это рукописание, это проклятие, всякое колдовство, всякая наведенная порча во имя Иисуса Христа сейчас распадается. Просто распадается. Потому что ничто не может устоять перед Словом Божьим, перед Его волей, которая совершается прямо сейчас в этой молитве согласия. Мы высвобождаем Твою, Отец, волю. Вместе с Вами, благословенные, мы соглашаемся в том, что никакие диагнозы, никакие воспаления не могут устоять. Мы молимся, чтобы у Вас был мир в доме, чтобы было взаимопонимание со свекровью, с тещей, с свекрами, и Господь, с племянниками. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, что уходит страх перед нищетой, перед пандемией, перед тем, что не будет работы. Ты, Господь, принес лето благоприятное, и посреди тьмы, посреди судов Ты приносишь свет и тепло. В наши дома Ты сказал, что Вы, приняв Иисуса Христа, становитесь едиными с Ним. Вы становитесь Божьим Словом и Божьим благословением. Пусть Божье Слово, пусть Слово обетования вселяется в Вас обильно. Читайте Священное Писание, говорите, Иисус, я принимаю Твое благословенное Слово, я живу Твоим Словом. Каждый день это Слово совершает свою работу, принося мне радость. Господь, мы благодарим Тебя за новый дом для Инги Еничева из Петербурга, за Араратом Толиком. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь ему прорыв финансов за ремонт и мебель в квартире, Господь. Мы соглашаемся с Назирой за сына, чтобы он женился, Господь. Мы благодарим Тебя за досрочное погашение автокредитов, Господь, мы благодарим Тебя. Отец, я благодарю Тебя за Твою благость и милость, за то, что это благословение не прекратится, не остановится, Господь, за то, что мы смотрим сквозь всякий недостаток, сквозь всякий долг, сквозь все наветы людей, которые восстают против познания воли Божьей. Мы смотрим на Тебя, как Давид в 15-м псалме. Мы провозглашаем, что ежедневно, через слово, через молитву, через дух, мы видим Тебя, Иисус. Давид восклицает, я каждый день видел перед собой Господа, ибо Он одесну меня. В 16-м псалме Господь говорит, каждое утро, просыпаясь, я буду насыщаться образом Твоим. Даже ночью учит меня внутренность моя. Это научение о том, что Бог возлюбил вас, Бог не оставляет вас. Разве забудет женщина, грудное, дитя свое? Тем более, я, говорит Господь, я, начав вас, доброе дело, не остановлюсь, не утихну, не перестану. Во имя Иисуса Христа Господь прямо сейчас приходит в вашей ситуации. Я вижу людей, которые действительно были полны страха, полны панических атак. В вашем доме были конфликты, с вами живут неверующие родственники, которые говорят против Иисуса, против веры, которые проклинают вас. Господь говорит, ты делаешься крепким против этого. Я делаю тебя крепкой и стойкой. Я делаю тебя крепким и стойким. Это особенно относится к мужчинам. Я знаю, на работе есть несколько мужчин, которые просто страдают каждый день, когда они слышат эти ругательства, эту жестокость. Господь, я благодарю тебя за то, что вы просто переживаете сейчас, что такое Божий шалом, Божий мир. Вы просто чувствуете, как будто купол накрыл вас, как будто вы под покрывалом Божьим. И этот мир не перестанет. Бог хранит ваше сердце в Его слове, в слове любви. Он возлюбил вас, как Иисуса, как нежно любимое дитя, прижимает вас к своему сердцу каждый день. Пусть эта крепость, укорененность Божьей любви, Божьем искуплении прибудет на вас, прибудет с вами, прибудет, созидая в вас ясный слух. Господь, я благодарю Тебя, что в этой любви от помазания распадается всякое ермо. Господь, я благодарю Тебя, я вижу, что течет этот елей исцеления. Господи, ты лечишь сейчас варикозные вены на ногах. Вы чувствуете сейчас жжение в ногах, вы чувствуете, как будто огонь печет, идет по вашим венам. Я знаю, что завтра утром вы проснетесь и вы увидите покраснение еще на коже, но уже вены уйдут, уйдут эти уродливые, страшные шишки и в течение нескольких дней вы увидите полностью восстановленные ваши вены, ваши ноги, вы будете, как говорит пророк Михей, вы взыграете, как тельцы упитанные, вы будете прыгать и скакать. И я побуждаю вас славить Иисуса прямо сейчас начинать его славить, прямо сейчас принимать исцеление. Друзья, если я не провозгласила сейчас какую-то разновидность вашего исцеления, я видела, что Бог посылает ангелов, которые помогают исцеление диабета и первого и второго типа, изменяется и становится правильно работающей щитовидная железа Господь, обмен веществ, Господи, у кого-то уходит зоб, во имя Иисуса Христа, ты тот Бог, перед именем которого склонилась всякая колена, всякая колена земных, небесных и преисподних, всякая колена диагнозов, Господь, сокрушено, сломано, отменено, и взамен этих неправедных диагнозов приходит Боже, твое исцеление, твой мир, твое здоровье, твоя радость, твоя слава, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Твоему народу даешь работу, Господь, Твоим людям, Аллилуйя, хочешь? Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ, стань настоящим проповедником Евангелия прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин